В эфире «Рождённые после СССР» Программа о том, какие традиции молодёжь наследует из прошлого и что нас ждёт в будущем Ведут программу Тамара Леренкова и Святослав Элис Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале Настоящее время Сегодняшняя тема «Предпринимательство от идеи к успеху» повторяет тему летнего кампуса президентской академии Обычно о собственном деле, как отмечают социологи, ребята начинают мечтать о школьной скамье Однако к окончанию университета они, как правило, ориентируются на крупную корпорацию Почему так происходит, мы поговорим с преподавателем Ранхикс Юлией Игнатьевой и генеральным директором креативного агентства «Фабрика» Романом Скороходом Во второй части программы мы подробно обсудим, почему социальное предпринимательство привлекает молодых людей Начнём же с бизнес-задач, которые были предъявлены студентам Юля, вопрос вот к вам такой Почему кейсы, которые вы выбрали, были из Гарварда? Неужели в России нет достаточно увлекательных тем, которые можно было бы разобрать со студентами? Ну, всё-таки глобальная задача кампуса, одна из задач кампуса состоит в том, чтобы сформулировать такие задачи, которые будут интересны студентам со всего мира А так как на кампусе представлено большое количество иностранных студентов, то всё-таки мы исходили из тестов, что необходимо выбрать такие примеры, где будут заявлены именно иностранные компании Не просто иностранные, а известные, ну, в принципе, человеку во всём мире То есть у нас просто нету таких достаточно известных, интересных Ну, я не знаю, Газпром только, если, наверное, так Ну да, чтобы это знал действительно человек, ну, фактически, там, и с африканского континента, и с американского, и с европейского, к сожалению, нет Роман, а вас спрошу, вы согласны вот с этим мнением, что действительно лучше, интереснее бизнес изучать на зарубежном опыте, а российский он или вот, ну, недостаточно такой, как бы, объективный, может быть, осторожно, я так спрошу Ну, российский бизнес, он просто другой сам по себе, это надо признать А здесь вопрос, опять же, да, изучать ли бизнес или изучать методологические программы университетские Если мы говорим про бизнес, здесь однозначно, если ты живёшь и планируешь делать бизнес в России, надо изучать российский бизнес Но, тем не менее, методологии всё равно у нас, к сожалению, да, сейчас пока не дотягивают, по крайней мере, если говорить там про свой опыт какого-то изучения Причём мы говорим не только про университет, наверное, а в целом про всё топ образования, которое есть Сейчас уже лучше, но всё равно, безусловно, маловато будет Юлия, ну вот я знаю, что были очень интересные кейсы, расскажите нам о них, что разбирали ребят? Им было предложено три кейса из опыта международных компаний, и вот один из них, наверное, самый яркий и отчасти, можно сказать, самый интересный и вызовавший интерес именно у ребят Это кейс компании Disney, который нами в том числе был выбранный в причине, ну такой, как мне кажется, очень значительный Она заключалась в том, что мы уже знали к моменту выбора, что к нам приедет президент российского подразделения Disney в России, Марина Жигалова-Оскан И у ребят будет возможность не только послушать её презентацию или некоторую лекцию, мы не знали ещё, какой формат будет, но и задать ей вопросы, связанные с этим бизнесом Поэтому вот одна из причин, почему мы выбрали Disney, ну помимо того, что любой ребёнок, наверное, среднестатистически в любой стране видел, ну хотя бы какой-нибудь там мультик про Бэмби, Золушку или ещё что-нибудь А вопрос был какой, что они должны были решить, что они должны были придумать? Задача была поставлена таким образом, что необходимо было решить, стоит ли Disney продолжать развивать вот этот мир магии, мир сказок, мир мультиков Или стоит всё-таки уйти в какие-то, может быть, более денежные сегменты, например, как раз-таки там развитие сегмента парков, которые у них существуют по всему миру, да, вот эти Диснейленды Либо вообще уйти в то, что называется, да, там виртуальной реальности, или, в общем-то, приходить к детям там уже из планшетов, из телефонов, какими-то вот иными способами То есть стояла задача уйтили от традиционной модели бизнеса, которую Дисней использовала там на протяжении, ну фактически там 50-70 лет Либо, может быть, её как-то, ну скажем, я не знаю, сделать какой-то апгрейд этой модели, использовать её уже по-другому Ну вот у нас есть возможность посмотреть, как ребята обсуждали это на кампусе, да, вот их какие-то мысли по поводу вот таких ещё мультиков, которые они давно смотрели, а теперь они это уже осмысляют как некую такую бизнес-идею Для нас, для всех Дисней, он представляется как очень успешная компания И нам всегда казалось, что они были такими всегда, однако мы прочитали кейс, очень много узнали, и всё было на самом деле не так просто Это был очень длительный путь становления их успешными, становления брендом Более того, я, допустим, не знала то, что такие проекты, как Marvel, тоже относятся к Диснею, немножечко моя ошибочка Ну, я думаю, для меня, как и для многих, компания Дисней ассоциировалась всегда просто с каким-то миром сказок Потому что я лично никогда не думала о том, что же стоит за всем этим Для меня это просто было какие-то принцессы, какие-то интересные истории, какая-то романтика в этом была А тут, когда ты получаешь возможность внедриться в сам процесс происходящего в компании И просто посмотреть, что же там внутри, и понять, какие нюансы в них есть, то ты совсем по-другому уже смотришь Как я осознал, потому что какая огромная работа, в том числе манипулятивного характера Вы знаете, маркетинговые инструменты различного, может быть, даже нечестного формата Например, покупка мест в кинотеатрах Но это бизнес И бизнес, он, наверное, все-таки может быть где-то и циничен в настоящее время в особенности Что меня немножко удивило Раньше Дисней, Волл Дисней, он в какой-то мере, он реально как идеолог Он не пытался сделать деньги, он был человеком творческим И он пытался увлечь детей, он пытался просто создать определенные ценности для детей А если речь идет о настоящем времени, то, как мы можем видеть из кейса, это просто манимейкинг Дисней около 10 лет назад, около 15 лет назад и даже 20 старался диверсифицировать продукцию Не в зависимости от своих ценностей, а в зависимости от того, что модно И, возможно, это не очень верный подход, как мне показалось Вот настоящий вектор последние 10 лет Дисней мне нравится То есть они начинают уже аккумулировать ресурсы Это реально круто Это уже не манимейкинг, возможно, это манимейкинг Без этого никак, разумеется, это бизнес Но я уже вижу какую-то стройность, какой-то, наверное, возврат к традициям А в чем была главная цель работы? Какие навыки они должны были, прежде всего, развить через такой вот разрыв своих стереотипов о Дисней? Ну, если мы говорим вообще про работу с кейсами, то, безусловно, была поставлена задача Чтобы ребята вообще, в принципе, были ознакомлены с форматом Потому что, к сожалению, в современных российских, именно российских вузах эта работа поставлена не очень хорошо Ну и плюс, конечно же, это умение быстро обрабатывать большие объемы информации Отсекать что-то нужное, что-то не нужное Концентрироваться, находить основные проблемы И пытаться найти на них какие-то оптимальные решения с учетом, ну, может быть, не всех возможных вариантов, которые есть Потому что это достаточно время и трудоемко Но, по крайней мере, уметь выделять главное Ну, вот, наверное, такие какие-то задачи Ну, надо сказать, что действительно очень интересно проходили занятия Были лекции, мы чуть позже поговорим о второй части программы подробнее Как вот устроен весь летний кампус Но был кейс еще очень интересный, как мне показалось, про Вольво, Юля, если можно Да, кейс Вольво был более таким техническим, если можно сказать Потому что, ну, сама история компании это определяет Если вкратце, то задача стояла в том, что в кейсе формулировался вопрос Нужно ли компании выходить на азиатские рынки В частности, это китайский рынок с своим новым производством автобусов на экологичных двигателях Вот, если вкратце, так она была сформулирована Стоит или не стоит, ну, и там были предложены некоторые варианты В смысле текущей ситуации и возможных перспектив рынка Рома, так вот на вскидку, да, стоит, не стоит Я бы Костя бросил, я вообще ленивый Просто, ну, выпадет 6,6, я бы вышел Хорошо, но мы вернемся на летний кампус и посмотрим, как проходят занятия Да, как проходят обсуждения и, ну, вообще тренинги, связанные с обсуждениями Что это происходит, расскажите Нет, это просто, ну, как доказательство, доверие какое-то И они хотят, ну, знать, что они могут доверять друг другу И на самом деле это очень хорошая практика для проектной группы Чтобы они имели какое-то доверие для себя В прошлом году ты сам был студентом, да? Участником, да Да, что было трудно, что такое? Я был в группе, я был лидером Я другая девушка была лидером И мне пришлось на самом деле просто делать все, что они хотели Ну, как групповая работа, не очень легкая, я скажу, работа Потому что все не пойдет, как ты хочешь Ну, именно как ты хочешь Некоторые имеют разные мнения и ты умеешь свое И надо уметь терпеть и слушать других Чтобы стать хорошим лидером, надо уметь следить Надо, ну, уметь дать уважение другим участникам Мы сами это исследовали Зачем Volvo хочет проникнуть на рынок в Китае И, допустим, в чем несет вообще эта такая достаточно долгая и сложная операция Потому что, как сказали наши китайские коллеги Volvo это бренд, который на китайском рынке, по сути, не существует Мы выяснили, что 98% всех электроавтобусов, используемых в мире Они, собственно говоря, используются в Китае И для чего же Volvo как раз-таки интегрировать свою программу в этой стране? Ну, мы сделали глубокий анализ отрасли Увидели подводные камни Поняли, что если им необходимо входить на этот рынок То это должно быть что-то глобальное, очень мощное И чтобы они сразу завели хорошее отношение с потребителями И заняли лидирующие позиции на этом рынке В чем именно подвох кейса с электрическими автобусами? Он заключается в том, что, как таковых электрических автобусов у Volvo сейчас нет Это действительно так Именно конкретно электрические автобусы Согласно годовым отчетам Volvo, которые мы проанализировали Они появятся только к 2019 году Да, и именно сейчас этот кейс, он, скажем так Направлен на то, сможем ли мы, допустим, обосновать Нужно ли вообще Volvo заходить на этот рынок И как себя там дальше развивать? Ну, если грубо говорить об этом То Volvo решили скалькулировать вероятность того Что произойдет, если они начнут производить на продажу в китайский рынок Свои электроавтомобили И риск будет оправдан, если им удастся грамотно преподнести себя на этом рынке И действительно тут очень хорошо можно опираться на экологическую составляющую Так как популяция в данной стране постоянно растет И проблемы с экологией, загрязнением города и окружающей среды С каждым годом эта проблема более и более острый характер несет Ребята, так очень логично, да, наверное, правильно рассуждать Ром, хочу спросить Вообще вот эти правила, бизнес-правила, да, логики Они работают на российском рынке? Вот вы с этим имеете... Уточнить, какого рода бизнес-правила, да, здесь логики Вот как ребята условно обсуждали там годовой отчет, как выходить на рынок Не, ну, как правило-то везде единый, другой вопрос, как ими пользоваться, да То есть у нас в рынке, понятное дело, есть такой фактор, как персональная рекомендация Которая оказывает очень большое влияние То вообще добьешься ты чего-то или нет Условно, да, ты можешь быть суперклассным специалистом Просто знать абсолютно все Но, к сожалению, если тебя никто не порекомендует Очень малая вероятность пробить вот этот первый барьер Для того, чтобы тебя выслушали хотя бы Если у тебя это получается и ты умеешь это делать То дальше уже идет вход действительно оценка твоих компетенций Если говорить о каких-то вещах с точки зрения, не знаю, оценки бизнес-составляющей Если мы говорим, опять же, про стартапы, создание нового бизнеса, да, не всегда далеко Можно очень долго готовиться, анализировать рынок, анализировать потенциал Но если просто не рискуем, то в один момент ничего не случится Юля, вопрос к вам Я знаю, что вы преподаватель, да, вы преподаете в Ранхиксе Вот чему именно вы учите будущих предпринимателей? Что должен знать вчерашний школьник, чтобы в будущем стать успешным бизнесменом? Прежде всего Ну, тут немножко разные понятия Стать бизнесменом или предпринимателем Предприниматель — это человек, который создает бизнес А бизнесмен — это часто человек, который, собственно, бизнесом управляет Это может быть один человек, но очень часто это разные люди Потому что креатив по созданию стартапов не всегда сочетается с навыками и умениями По именно управлению бизнесом Что касается вообще тех дисциплин, которые есть У нас они очень разнообразны Начиная действительно от курсов бизнес-планирования На которых ребят обучают пошагово Начинают какие-то элементарные вещи С составления бизнес-планов И публичной защиты из собственных идей И в том числе с помощью элементов ораторского искусства Что крайне важно для предпринимателя Если это какой-то там питчинг Или какие-то защиты перед, не знаю, бизнес-ангелами Или перед какими-то потенциальными командами инвесторов Ну и, собственно, дальше это на старших курсах продолжается Уже все-таки в формировании компетенций, связанных с управлением этим бизнесом Мало его создать, им еще как-то управлять нужно, как сказал Роман Соответственно, там уже дисциплины разного характера Начиная от общеуправленческих или так называемых Общеменеджерских программ, менеджмент Управление изменениями и так далее И заканчивая какими-то более узкими вещами Например, как методы принятия управленческих решений Как, собственно, управление в узких сферах таких Как маркетинговой деятельности, рекламной деятельности Управление в сфере человеческих ресурсов Ну, абсолютно любые сферы Да, то есть есть и самый, наверное, высокий уровень Ну, на уровне бакалавриата Мы говорим, это, безусловно, стратегический менеджмент В рамках которого вот уже обсуждаются Те возможные стратегии выхода на рынок На рынок, которые имеются Вот что интересно, Юлия Вот как преподаватель, как вы считаете Можно ли действительно научить человека с нуля Вести бизнес, там, создавать, управлять его Или это какая-то определенная врожденная способность Склонность, которая только развивается Путем, там, да, получения каких-то новых знаний Ну, есть такая мировая статистика Что из 100% людей на планете Только там 2-3, ну, по некоторым данным 5% людей действительно настоящие предприниматели Те люди, которые вот могут сгенерировать новый Новый бизнес Вот, я не знаю, я к ней очень критически отношусь Потому что мне кажется, что это зависит очень от человека От его способности, от его желаний Вот, но, наверное, умение генерировать Некоторые бизнес-идеи Это, наверное, отчасти тоже талант Научить этому Я думаю, что можно предоставить пространство Для обучения человеку И показать, что вот есть очень разные варианты И что мир вообще очень большой, широкий, интересный Смотри, пробуй Если ты будешь там, не знаю, настойчивым Да, каким-то таким упертым в хорошую связь Слово, у тебя получится Ну, наверное, еще должны быть какие-то условия Я так понимаю, для того, чтобы вот Эти предпринимательские способности развивались Вот Роман читал лекцию студентам Которые стартап без бюджета Как-то так назывался Условно Условно Да, вот про это действительно Это нормальная ситуация Когда человек, ну, молодой человек Начинает практически с нуля И есть какие-то, может быть, сферы Где это реально, да То есть это связано с современными технологиями Информационными, там, медийными Реально везде Вот с точки зрения каких-то ресурсов Которые нужны У меня очень простая политика Мне кажется, чем у человека хуже ситуация Тем лучше для бизнеса его потенциально Потому что у него будет желание Вообще выбраться оттуда И сделать действительно что-то стоящее Касаемо того, насколько просто сейчас В какой-то, да в любой сфере Что человеку интересно, как правило, в том Он может разбираться Опять же, подхватывая фразу о том Что есть бизнесмены, есть предприниматели Предприниматель не обязательно владелец бизнеса Я считаю, предприниматель может быть музыкантом Он может быть строителем Он может быть художником Кем угодно Главное, это умение предпринимать какие-то действия Которые окажут определенное влияние на окружающий его мир И в этом плане, если человек... Можно подумать, нельзя в космическую отрасль сразу пойти Можно устроиться, работать в такую компанию Начать там предпринимать какие-то действия По изменению этой компании И если человек действительно упорный Он в итоге станет заниматься своим любимым делом Не знаю, ракеты в космос отправлять Достаточно примеров, которые говорят нам о том Что множество людей стали успешными Хотя начали свое дело вроде бы ни с чем И в России достаточно примеров У нас есть очень много и стартапов И успешно действующих компаний А ваш личный опыт что показывает? Мой личный опыт Вы начали заниматься каким-то предпринимательством Я так понимаю, еще в студенческие годы Ну так бывает Если считать продажи бутербродов, то в третьем классе А так условно первый день какие-то зарабатывал Понятное дело, работая там чуть ли не раздавщиком листовок Если говорить про уже какой-то бизнес Это, наверное, первый курс Это было такое желание На самом деле изначально просто денег хотелось Студенту хотелось жить больше, чем на 300 рублей в два дня Мы начали привозить жвачки лавы с боксами Продавать, потом возить итальянские часы Потом мини-стартап придумали, потом еще что-то И понеслась барьеров Сейчас никаких нет Школьники зарабатывают В Америке десятки тысяч долларов Когда написали классный код, классную программу Игру ее купила крупная корпорация При взятности к возрасту Сейчас вообще никакой нет Это здорово Но с другой стороны, может быть, есть некий стереотип Или наоборот опыт старшего поколения Которым молодые люди доверяют И они понимают риски, которые их ожидают Меня зовут Виолетта Ружина Я четыре года назад переехала из Казахстана в Россию Сейчас я живу в Саратове И учусь в Павловском сути управления Во всех странах не так связан бизнес именно с политикой Поэтому у них и стартапов очень много, и проектов по этому очень много А в России из-за того, что это все утыкается именно в политику Вот с этим мы пробуем Образование тоже самое Они не дают развиваться и показать Тут или ты воруешь, коррупционер Или ты уезжаешь в другую страну, если у тебя какие-то есть Или ничего не делаешь И просто постоянно ругаешься, что как все плохо И возмущаешься, но тем не менее продолжаешь жить в своей стране И ничего не хочешь менять Мое мнение, что те, кто сейчас свой бизнес нехорошо идет То они как бы все погрязли именно в коррупции И уже как бы не хотят ничего нового придумывать А вот как бы вот только как бы больше денег изгребсти И все как бы за счет этого как бы вот в политике А дальше как бы какая-то идея есть Но на этом все останавливается Потому что появляется взаимоотношение с политикой У меня с детства мечта была либо стать коронавщиком-строителем Либо пойти по стопам отца Отец у меня предприниматель-юрист Я выбирал лет пять, наверное, с четвертого по девятой классы Куда мне пойти на юрспруденцию или экономику И я потом взвесился за и против, решил идти на экономику То есть больше широкий спектр, интереснее обучение И тем более ты не зациклишься в рамках кодексов одного государства Мне прежде всего нужен опыт работы Я не знаю, как строится изнутри вся система предпринимательства И ведения бизнеса Но я уверен, что у меня хватит энергии это сделать Я хочу продолжить дело отца скорее даже У него дистрибьютор с компанией Он работает с различными партнерами И разводит, так скажем, продукцию по различным торговым центрам Я не хочу просить отца устраивать меня на работу И начать с другой компании Допустим, даже можно с конкурентов Я знаю нескольких казанских фирм, которые конкурируют с отцом Я хочу подать туда резюме А развиваться предпринимательства в России Это довольно-таки тяжелое дело Насколько я знаю, во-первых, это законы Они очень неудобны для нас И постоянно меняют Самый строгий кодекс это налоговый А уголовный кодекс на 60% стоит за налогового кодекса Такого нигде в мире нет Это просто нонсенс, я бы сказал Тяжело очень Поэтому я хочу Мне бы хотелось вести бизнес не с российскими компаниями А с зарубежными на экспортные операции Там меньше налоги и больше возможностей Чем больше сложностей, тем больше возможностей себя реализовать Во мне самое главное реализоваться Мой страх жизни это не реализоваться собственно То есть я стараюсь сделать все на максимум И везде, где могу быть первым То есть как капитализм Мы развиваемся не в социалистической среде А капитализм Везде конкуренция на каждом шагу Поэтому чем больше сложностей, тем интереснее работать Да, в какой-то момент есть риск сломаться просто И пойти по наклонной вниз Но надеюсь, что это не произойдет Юля, это из вашей группы, я так понимаю, студенты Дело в том, что Юля была тьютером на летнем кампусе И, собственно говоря, скажите А вот действительно у них есть некая практика Такое мнение В общем, они из разных регионов И везде, наверное, какие-то разные истории Вы, может быть, понимаете, насколько они разные И вот эти вот их устремления В зависимости от того, откуда они приехали Там же не только российские ребята Ну, они совсем все разные Потому что, во-первых, действительно Это разные регионы Это разные страны Разные континенты Что, в общем, тоже имеет свое значение И, безусловно, если мы говорим про российских участников То от региона к региону Та же предпринимательская практика очень варьируется Потому что одно дело Ребята там, условно, вот с республики Татарстан Да, как Никита И это, ну, наверное, один из лучших примеров Я имею в виду республика Татарстан Да, с точки зрения поддержки предпринимательского потенциала И развития бизнеса как такового А другое дело Ну, я не знаю, если это там Ульяновск Или там какая-нибудь Калуга То это тоже, как правило, ребята из региона Где очень высокая вот эта предпринимательская культура А если это какие-то другие регионы Это очень часто Ну, там у меня конкретно была девушка Из Новосибирской области Она говорит, ну, у нас вот там нефть, газ И, в общем, все вокруг этого крутится И отчасти мышление-то такое Что, ну, вот только в этой сфере можно сделать успешный бизнес Поэтому я хочу пойти работать в большую корпорацию Потому что там, наверное, будет немножко по-другому Ну, либо, вот как сказал Виолетта, да, все погрязли в коррупции У меня вообще, когда слово «все» говорят, мне сразу Как-то немножко начинает так коробить Потому что, ну, это, мне кажется, не очень правильно посыл Но это, наверное, свойственно в возрасте Что это максимализм такой немножко Вот все, кто делают в России бизнес, они все коррупционеры Ну Роман, а вот вы как успешный предприниматель Что думаете о мнениях ребят? Я сразу климок, я коррупционера Слушайте, ну, я согласен История с тем, что пока вот ты как раз Не окунешься в среду бизнеса Ты, наверное, будешь думать стереотипно Что если Россия, значит коррупция Да, наверное, был в России период Когда действительно бизнес делался Исключительно на каких-то взятках Но это все прошло и сейчас Если те, кто погрязли в коррупции, еще живы Они скоро там утонут и сдохнут, извиняюсь Ну, потому что невозможно вести бизнес по-другому Точнее, вот именно вот так Те люди, которые сейчас делают бизнес Это новое поколение, оно не умеет себя вести так Как люди из 90-х И ранее родившиеся Им сложно Они привыкли общаться проще Они привыкли решать вопросы Все-таки более дипломатическим путем И на самом деле Очень много сейчас есть Действительно организаций Очень много есть Действительно Программ, направленных на социальное предпринимательство Которые рушат эти стереотипы Вы после того, как продавали ТОДСЮ, все-таки остановились на креативном агентстве Это та ниша, в которую можно легче зайти, может быть Оттуда легче выйти на самом деле Это креативная индустрия Просто так сложилось Я поступил на рекламщика Но спасибо Академии на отвратительность Студент, потому что на первом курсе отучился На втором я ушел на вечерку Потому что мне не хватало движухи Мне надо было просто в бешеном ритме быть Я успевал участвовать в академических мероприятиях Но меня тянуло сферу рекламы, креатива Это было желание какие-то реализовать идеи Плюс, так как я учился на рекламщика Я с первого курса попал параллельно с тем Чтобы на сторону что-то продавать Я все-таки работал в креативном агентстве Понабрался опыт Дорос до креативного директора Но это было забавно Я был таким креативным директором Который не знал, что делает креативный директор И никто вокруг меня не знал Но у меня была классная визитка Я гордился тем, что у меня есть визитка Но спустя год мне как-то надоело Я ушел в свободное плавание Вначале фрилансер Потом стал как-то обрастать людьми И вот с тех пор, собственно, образовалось Два бизнеса все в креативной сфере Что вы делаете конкретно? Какие вещи? Продукт? Насколько креативным вам приходится быть? Насколько креативным? Ой, да по-разному Я сказал про две истории Первая – это креативное агентство «Фабрика» Которую вы упомянули У нас три продукта есть Первый – это креативные стратегии И, в принципе, стратегический сервис Что это значит, переводя на русский К нам приходит бренд и говорит Ребята, мы хотим запустить новый продукт Придумайте нам стратегию Условно дорожную карту С учетом идей, креативов так называемых Мы занимаемся этим Либо просто придумываем локальные рекламные кампании Очень важно – это не реализация Это пока стратегический блок Второе – это продвижение социальных медиа Так получилось, что с них я начинал И вот в них, я считаю, у нас очень хорошая экспертиза Потому что помним все с момента зарождения социальных сетей И третий блок – это производство всего того, в частности Что мы нам придумали в первом блоке Это дизайн, это видеоролики, это контент Это какие-то промо-акции и так далее Но стараемся уже отдельно не выхватывать А делать только то, что придумали в комплексе И второй бизнес – это продакшн-студия Драмкат, где я являюсь генеральным продюсером Там все просто Мы просто делаем большие, дорогие, интересные клипы Ну, смотрите, да Это все-таки заточено на такие коммерческие какие-то составляющие Ну, а о том, почему молодые люди предпочитают работать в сфере еще социального предпринимательства Мы поговорим после небольшого перерыва В эфире «Рожденные после СССР» Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого И что нас ждет в будущем Ведут программу Святослав Элис и Тамара Леленкова Посмотрите, послушать обсуждение Можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время» Мы продолжаем разговор о том, каким видят будущее предпринимательства молодые люди в России И почему некоторые бизнесмены больше не ставят своей главной целью получение прибыли В московской студии заместитель директора Института общественных наук Ранхикс Евгений Миронов И предприниматель Вадим Орлов Ну вот, Вадим, вы занимались программой, которая должна была бы поднять дух предпринимательства Среди студентов и молодых предпринимателей Скажите, а это вот так плохо все пессимистично, что надо каким-то специальным образом это стимулировать? Ну, здесь на самом деле есть абсолютно разные точки зрения на этот счет Что стоит это делать, как стоит делать Вот в первой части программы разбираются именно бизнес-кейсы Которые в том числе мы тоже реализовывали, распространяли на всю Россию Только российские компании, например, сплат Когда есть у бизнеса какая-то проблема И он может ее решить с помощью студентов, вовлекая их активно И используя их идеи, их вот этот творческий потенциал предпринимательский Для того, чтобы помочь им раскрыться и помочь решить свои бизнес-задачи Конечно, поддерживать нужно, потому что предпринимательство это такой огонек Который важно, чтобы он загорелся Загорелся в первый раз И чтобы человек пошел и реализовал свой первый предпринимательский проект Скорее всего, с вероятностью 99-99,5% студенческие проекты не выживают Вот, это печальная статистика, потому что в основном у студентов нет опыта бизнесов У них нет опыта в выстраивании процессов У них нет опыта в маркетинге, в продажах У них нет понимания сферы, конкретной области бизнеса, в которой они начинают проект Но у них появляется картина мира Она расширяется, они понимают, что все возможно Можно идти и созидать что-то свое После этого, я вот, как мы в первой части программы уже, вот Роман затронул тему Они могут пойти работать в эту сферу И набравшись опыта, уже смотреть на это по-другому Понимая, как работает все И, соответственно, более эффективно запуская следующие свои проекты Но мир очень быстро меняется И в экономическом отношении, но и в политическом, увы, да, это теперь связано Как вы считаете, я знаю, что летний кампус уже довольно много лет продолжается И вы приглашаете часто лекторов уже таких взрослых людей Которые достигли большого успеха Но они действовали в несколько других условиях, да Они оказались успешными в прошлом Полезны ли действительно для студентов эти знания? Или им придется оперировать в настолько другом мире Что они мало что могут подчерпнуть из этих историй успеха? Действительно, летний кампус президентской академии проходит уже в шестой раз Был шестой кампус Так что у кампуса есть своя история и своя репутация И это очень видно по тем студентам, которые приезжают А каждый раз все более и более настроены именно на то, что мы делаем Приезжают студенты И действительно, мы приглашаем не просто взрослого Мы приглашаем в значительной степени удающихся предпринимателей Предпринимателей, руководителей людей из самых разных сфер Это отчасти зависит от тематики кампуса Хотя уже сложилось ядро лекторов, которые к нам с удовольствием приезжают каждый год Понимаете, это люди, все люди, которые приезжают к нам в кампус И не только приезжают, у нас много вебинаров проходят И там лекторы из самых разных стран участвуют Это люди, которые актуальны сейчас Это люди, которые не просто успешны в прошлом Когда-то они чего-то добились Это люди, которые сейчас находятся на гребне волны Независимо от того, каков их календарный возраст И в этом смысле, я думаю, что отвечая на ваш вопрос Я бы сказал, что это мастера достижения успеха в меняющемся мире И пока они живут в одной хронологической точке со студентами Более того, я думаю, что они знают о настоящем, об изменениях больше, чем эти студенты Независимо от возраста и от поколенческой принадлежности Поэтому, конечно, нынешним студентам придется жить и заниматься предпринимательством в мире, который будет другим Это понятно Но на каком-то уровне научиться мастерству реагирования на этот мир Понимания этого мира, изменения этого мира, изменения себя в этом мире Конечно, можно поучиться Это то, что как раз одно поколение вполне может другому поколению передать И ребята очень жадно к этому относятся Вадим, а как вам кажется, вот это действительно так? Или, может быть, все-таки ребята выбирают какие-то сферы своей деятельности Ну, так естественным путем, если они не сажаются куда-то в инкубатор и в конкретное место А когда они сами выбирают, это сферы, может быть, связанные с информационными технологиями Или есть какие-то традиционные сферы? То есть вот есть какие-то тренды, что называется? Ну, смотрите, здесь есть как горизонтальное предпринимательство, так и вертикальное Горизонтальное – это когда человек создает классический бизнес То есть открывает какую-то кофейню, открывает какую-то, не знаю, мастерскую или что-то еще Я имею в виду молодые люди, на что нацелены? Вот куда? Туда-куда легче? Или вот то, что они сами хотят? А это все зависит от молодых людей Хотят они денег или реализации каких-то амбиций? Да, да, то есть здесь, безусловно, стартаперство сейчас, оно в тренде последние 5-6 лет Но и классическое предпринимательство, которое пестуется очень масштабными проектами всероссийскими Такими как бизнес-молодость, лайк-бизнес То есть они пропагандируют именно такой более классический подход Более, я бы сказал, я бы не назвал это предпринимательством, я бы назвал это коммерцией, бизнесом Вот таким, тем, что точно работает, где точно выстроены процессы Но вот возвращаясь к опыту вот кампуса, хочу на самом деле отметить Потому что у нас тоже богатый опыт проведения у меня был трансляций С ведущими предпринимателями России, с трансляцией там на 70-80 вузов с подключением И я пришел к выводу, что это не самый эффективный формат Потому что можно посмотреть ролики на Ютубе, можно посмотреть курсы на Курсере Я, например, слушаю на замечательном приложении CastBox Там серия подкастов How to start a startup из Силиконовой долины, например Нету потребности в информации, нету потребности в какой-то дополнительной коммуникации с предпринимателями Есть Facebook, есть почта, есть офисы, куда можно прийти И здесь вот почему критически значимым, я считаю, это зарождать именно искру Вдохновлять людей на то, чтобы они шли И потом уже по ступенькам выстраивать ту программу, которая будет им действительно полезна И эта программа должна быть сегментирована по отрасли Я вот возвращаюсь, то есть если это классическое предпринимательство Нужно, классический бизнес, нужно брать людей, которые успешны в этом Если это что-то про стартапы, что-то про непонятные бизнес-модели, которые с вероятностью 95% не реализуются То тогда нужно, соответственно, брать тех людей, у которых это получилось Брать их опыт, как они к этому пришли, что они делали, как они тестировали свои гипотезы Но зато благодаря вот такому событию, как летний кампус, да, у нас есть возможность составить представление Во всяком случае через модераторов, тьютеров, которые там работали, да, вот кто они, эти современные будущие предприниматели Даже если они потом не состоятся Что мы видим очень характерно для студентов Конечно, здесь собираются лучшие в России или в своих странах студенты Но то, что мы видим, что они очень настроены максимально быстро обучаться Они очень быстро включаются в любые ситуации Они тут же находят общий язык с любыми спикерами Независимо от того, это может быть депутат Думы или топ-менеджеры с Кока-Колы или Диснея Они тут же включаются в беседу с ним, потому что они хотят что-то менять в своих странах И они хотят участвовать в этих изменениях Вот это общее для них Я заряжаюсь от них, может быть, вот этой наивностью, слегка вот этой вот юношеской еще, да Идеализмом, наверное, даже больше Ну, энергетикой понятно, что от них можно заряжаться Да, я искренне заряжаюсь, у меня маленькое переформатирование У меня год сейчас перестроился так, что Новый год это вот после кампуса Последние три года так Вы знаете, они очень другие Мы как бы очень привлекли даже к себе в работу, так как мы стартап У нас нет возможности платить большие зарплаты Тем не менее, мы можем брать студентов и давать им очень хорошие компетенции Но я столкнулась с тем, что, например, мое поколение, да Они приходили, им говорили, вот это надо делать И мы делали Никто не спрашивал, почему мы это должны делать Ну вот был руководитель, он тебе ставил задачу, ты делал Сейчас студенты приходят, у них куча возможностей Они могут, я не знаю, жить в Таиланде, работать онлайн, получать зарплату Поэтому если сейчас для них нет амбициозной задачи, которая им интересна То есть если ты сейчас не замотивируешь как-то, не покажешь интересные перспективы Они не будут работать Причем им это очень легко, да Они там будут изучать язык, они уедут волонтерами куда-то еще Поэтому основная задача это именно нынешнее поколение Не знаю, мотивировать, привлекать, но никак не директивно указывать, что вот надо сесть и что-то сделать Раньше был стереотип, да, я должна отучиться в университете Потом пойти работать, заработать на квартиру Ну и жить там с семьей и как бы работать дальше Сейчас, например, ну нет у студентов цели заработать на квартиру Да, они могут зарабатывать, снимать квартиру где угодно и жить прекрасно А можно вообще всю жизнь не купить квартиру, да И это тоже сейчас не считается чем-то из ряда вон А раз нет такой обязанности, да, то для них больше перспективы представляет, например, уехать в Америку, год проучиться там Мы услышали мнение тьютеров, а студентов Евгений, вот а ваше мнение какое? Согласны с вашими тьютерами? Согласен, конечно, тьютеры работают в кампусе со студентами, в общем, почти 24 часа в сутки Да, я чуть-чуть преувеличиваю, но только чуть-чуть, потому что ребята работают, в общем, там Там поработать в кампусе до часа, до двух ночи, в общем, нормальные тьютеры почти все время с ними Вот, и, конечно, они, ребята, и чувствуют, и знают, и понимают к концу кампуса очень хорошо Что здесь можно добавить к тому, что они сказали Я абсолютно поддерживаю, что вот это стремление научиться, стремление впитать какой-то опыт у ребят очень, конечно, сильное Вот, и при этом надо сказать, что вот в этом году мы объявили тему предпринимательства В кампусе каждый год разная тема, да, и предпринимательство это первый раз у нас такая тема Это некоторая инновация для кампуса, обычно темы у нас, ну, если угодно, чуть более такие философские Да, в этом году мы решили изменить немножко политику, сделали более прикладную тему И приехали совсем другие ребята Мы все почувствовали разницу У меня есть группа тьютеров, которые уже приезжают каждый год Мы почувствовали разницу, то есть эта тема То есть есть действительно когорты в этом поколении ребят, которым эта тема так или иначе интересна Это не связано ни с их образовательным бэкграундом, ни с реальным опытом, да Хотя там были ребята и с опытом предпринимательской деятельности Но они были с самых разных направлений обучения, если там об этом говорить, да Далеко не все они изучают бизнес и менеджмент, скажем, да Вот, но мы почувствовали психологическую разницу И как ни странно, ребята оказались гораздо более дисциплинированные, чем участники прошлых кампусов, да Где более, вроде бы, была гуманитарная и более такая креативная, если угодно, направленность Вот в этом году у нас предприниматели были достаточно дисциплинированные Вот и такие очень сфокусированные на работе И нам показалось, что и в первые дни мы немножко даже опасались коллегами Что ребята будут в большей степени стараться, ну, в кавычках получить пятерку То есть наше одобрение, да, нежели, так сказать, там похулиганить в хорошем смысле слова Потому что вообще кампус это место, в котором мы ожидаем такой интеллектуальной задиристости, да Попыток доказать какую-то идею такую необычную Выходящую за рамки того, что обсуждается обычно на университетских семинарах и так далее, и так далее И это всегда удается, это удалось и в этот раз Но чуть-чуть раскачивать пришлось там больше или дольше Вот это не плохо и не хорошо, мы просто отметили, как интересно, что тема сама добирает для себя участников Думаю, что это отражает в некоторой степени и социальную какую-то реальность Что вот есть свой психотип ребят молодых, которые на предпринимательскую деятельность заряжены Подчеркну при этом, что мы не акцентировали именно бизнес в кампусе Это все-таки существенная вещь, что предпринимательство для нас понятие более широкое, чем бизнес И хотя среди спикеров было, конечно, подавляющее большинство из них так или иначе это бизнесмены Или люди, работающие в корпорациях, понятно, потому что предпринимательский тип мышления в бизнесе проявляется ярче всего Но для нас предпринимательство это, конечно, понятие более широкое Мы подразумеваем и социальные проекты И вообще некоторые определенные отношения к миру Отношения к миру как к полю моей деятельности и возможностям менять что-то Ну вот это интересно, Вадим, хочу спросить А как вам показалось, когда молодые люди думают про бизнес Хотят ли они построить такой себе свечной заводик для своих каких-то нужд? Или изменить мир по большому счету? Или сделать нечто такое необыкновенное? Прагматизм или все-таки какая-то романтика есть? Да, смотрите, ну, во-первых, можно посмотреть на исследователей и теоретиков предпринимательства Есть Йозеф Шампетер, есть господин Кирцер, господин Шейн Которые активно уже на протяжении последних 100 с лишним лет изучают Кто такой предприниматель, что он делает и почему, какие есть особенности у предпринимателей Мы про молодые говорим, Вадим Да, да, конечно, про молодые Личный опыт, ведь у вас тоже есть большой Да, да, конечно, у меня есть достаточно богатый личный опыт Вот здесь хотел бы тоже вернуться и немного обсудить ролик Вот, потому что эта тема глубоко меня задевает Как вот человек, который не так давно закончил университет Вот я закончил НГИМО, собственно, недалеко от Ранхикса И знаю многих ребят, предпринимателей из Ранхикса Которые уже имеют собственные проекты, которых уже не нужно зажигать Вот, то есть самая главная задача, повторюсь, это зажигать И вот кампусы отлично с ней справляются То есть уже много таких вещей Можно пойти там, ну, буквально там каждый день мероприятия в Москве какие-то проводятся Но нету тех значимых вещей Это поддержки тех, кто уже запустил свой проект со стороны университета Со стороны каких-то сообществ Ну, в первую очередь университета Потому что когда у человека уже есть идея, есть проект Он чувствует себя немного брошенным Потому что ему надъедает ездить на все эти мотивационные вещи Ему нужна конкретная помощь А в чем она может заключаться? Первое, и самое важное, это просто связи Потому что вот университета, вот таких крупных университетов Есть возможность выйти на любые компании Подключить их к партнерству, запустить с ними программы совместные И для того, чтобы, потому что у компаний есть, соответственно, запрос тоже на этих молодых ребят Которые придумают какие-то инновационные решения, которые улучшат и бизнес Но, к сожалению, здесь не всегда и не так эффективно пока простроена эта система Вот, надеюсь, что вот этот кампус стал каким-то таким первым отправным шагом Именно по предпринимательству для того, чтобы действительно была какая-то эффективная поддержка Именно тех ребят, которые уже запустили собственные проекты И которые их развивают, которым нужна помощь Ну, может быть, именно поэтому такой интерес к социальному предпринимательству Потому что, ну, здесь как-то в чем-то легче двигаться И на общественных началах, вот, или каких-то волонтерских Может быть, поэтому разворачивается немножко история Ну, во всяком случае, как мне показалось на кампусе Про социальное предпринимательство Ну, во-первых, я считаю, что любое предпринимательство Именно предпринимательство, а не бизнес Оно имеет некоторую свою социальную направленность Потому что это про минимизацию дисбаланса во вселенной Вот, то есть, когда у группы людей есть проблемы Они не могут максимально эффективно ее решить Соответственно, приходит человек, который видит эту предпринимательскую возможность И он помогает этим людям решить их проблему Соответственно, здесь и есть социальная такая часть бизнеса Вот, именно про социальный бизнес Здесь я считаю, социальное предпринимательство Считаю, что вот я вот ушел из рыбаков фонда После вот чуть более годичного нахождения в нем Отчасти потому, что я понял, что социальным предпринимательством Именно для меня, вот для моего какого-то психотипа Лучше заниматься, когда ты уже добился всего И для тебя это такой способ дополнительной самореализации То есть у тебя нету, у тебя закрыты первичные потребности Которые и тебе нужно куда-то гифбэк в обществу Вот Для ребят, которые идут и запускают свои проекты по социальному предпринимательству У меня есть много знакомых Это прекрасные совершенно люди Вот Но не всегда социальное предпринимательство Именно когда социальное перевешивает, оно самодостаточно Ну, возможно, Вадим, это так в России Потому что, вот, скажем, опыта Бьорна Стенверса Он директор по маркетингу музея истории Амстердама Там немножко бы иначе все звучит, да? Там по-другому проходит Мы с ним поговорили И, кстати, студенты кампуса тоже поделились своим опытом Он, оказывается, у них есть, несмотря на то, что они еще студенты На самом деле, вот это социальное предпринимательство сейчас развивается во всем мире Дело в том, что любой бизнес, он хочет устойчивого развития И чтобы среда была для устойчивого развития И в этом смысле начинает вкладываться в окружающую среду Да, как социальную, так и природную Для того, чтобы иметь вот эту устойчивость И вы тоже видите это в Ронепа, в Ронхик? Этот тренд поддерживает Российская академия народного хозяйства и государственные службы В которой есть много программ, так или иначе, связанных с социальным предпринимательством Мы видим огромный интерес со стороны студентов к этой тематике Для того, чтобы что-то изменить, не обязательно собираться вот в таких местах И собирать каких-то лучших студентов Вы все, те, кто смотрят этот канал, тоже можете быть частью положительных изменений И если вы опираетесь на ценности, важные для вас и для страны Россия — это природа, это энергия, это история И если вы работаете вместе Социальное предпринимательство — это такой новый тренд даже Набирает все больше и больше оборотов В том плане, что государство все больше старается переложить свои функции на коммерческие структуры И поэтому коммерческие структуры, им приходится с этим справляться Их корпоративная социальная ответственность, она должна развиваться, расширяться И быть набрана не только на внутреннюю составляющую, на сотрудниках своей компании, но и на внешнюю Я студент Юрию Ранхикс, это Южно-Российский институт управления Президентской академии в Ростове-на-Дону На самом деле у нас не один проект, их несколько Но сейчас мы углубленно работаем на продвижение только двух Первый — это «Твоими глазами» Это инклюзивная гончарная мастерская, где люди с ограниченными возможностями зрения Обучаются, обучают других гончарному искусству То есть ручной лепки и лепки на гончарном круге У нас есть определенный штат, который профессионал в этом деле Они обучают людей лепки, то есть те обучаются этому Делают какие-то изделия, они идут на продажу Процент этих продаж они забирают себе как зарплата То есть мы помогаем им устроиться на работу Также мы просто делаем различные изделия своими руками на продажу Чтобы поддерживать положительный баланс и бюджет нашего предприятия Второй проект — это проект «Я способен» Мы обучаем графическому дизайну и искусству детей-сирот В возрасте от 14 до 18 лет в детских домах Сейчас, по данным сайта Headhunter, графический дизайнер входит в топ-5 самых востребованных профессий И мы решили, что было бы неплохо обучить детей, которые после 18 лет будут иметь проблемы с трудоустройством Вадим, ну вот вы посмотрели сюжет Как вам кажется, вот социальное предпринимательство Это все-таки должно оно приносить действительно существенный доход? Или когда молодой бизнесмен решает, я буду социальным предпринимателем Он посвящает себя определенной социальной роли, да, принесению общественного блага А не прежде всего денег Как вам кажется? Ну смотрите, несколько тезисов Первое про то, что социальное предпринимательство — это тренд На самом деле, если мы еще откроем такой очень толстый учебник Котлера Маркетинг менеджмент То там будет тоже говориться про социальную ответственность бизнеса И, собственно, один из примеров, который был рассмотрен На примере КамАЗа КамАЗ решает свои конкретные бизнесовые задачи тем, что он более социально ориентирован Ну, то есть это факт Второе — и крупные компании занимаются ровно тем же Корпоративная социальная ответственность существует для того, чтобы бизнесу жилось проще, лучше, у него был лучший бренд Второе — это государство Здесь наше государство действительно очень хорошо работает в этом направлении последние года И с 1 миллиарда до 7 миллиардов увеличило количество денег, которые выделяются НКО И там большая часть из них — это социальные, естественно, социальные предприниматели, социальные проекты Social-oriented Третий тезис То, что на самом деле здесь НКО не имеет права получать прибыль Ну, то есть если у тебя социальный проект, вот такой вот, например Ты можешь получать гранты от государства, действительно, я уверен, что у этого парня все хорошо с грантами Вот Второе — это может бизнес какой-то спонсировать, например И тоже в рамках своей корпоративной социальной ответственности И может, могут они сами зарабатывать на то, что там курсы что-то стоят их Вот Могут рекламу продавать, но способов монетизации много Но, тем не менее, получать прибыль нельзя Ты можешь просто свою операционную деятельность финансировать И, соответственно, все, что ты получаешь дополнительно, инвестировать в нее в развитие Например, в масштабирование, чтобы делать не один центр, а пять их делать Вот, поэтому, ну, действительно, просто есть большой пласт людей, которым интересно этим заниматься Которые видят реализацию себя в этом И это прекрасный путь Это, я уверен, что они несут очень много пользы обществу Я глубоко солидарен с тем, что так и многим нужно поступать Если действительно сердце зовет Я Евгению спрошу Всякий раз ребята придумывают какие-то модели новые Новый университет, новый город Решают какие-то там кейсы по конфликтам То есть они придумывают некое будущее Вот вам показалось, вы смотрели презентацию уже проектов, которые они показывали в последний день Вам показалось, что есть вот что-то новое, какой-то взгляд на вот эти темы Ну, хотя понятно, да, они говорили на конкретных кейсах Но, тем не менее, вот что-то, может быть, неожиданное для вас Как для человека, который уже несколько летних кампусов провел с ними Знаете, Тамара, у нас второй год сценарий кампуса такой, что команды — это не фирмы, скажем, или корпорации Да, а это think-tank, то есть это такие интеллектуальные, да, или консалтинговые структуры, да, которые думают для других людей Для успеха других людей В данном случае это было применено вот к предпринимательству или бизнесу Но мы хотим, ребят, повернуть вот немножко в эту сторону И нам кажется, что это еще один важный разворот, да, что есть предпринимательство, есть бизнес А есть вообще ситуации, когда ты, может быть, так сказать, планируешь или помогаешь простроить стратегию другим людям В общем, как ни странно, нам кажется, что это более реалистичный сценарий для кампуса, чем делать, скажем, ярмарку стартапов, да, когда ребята из разных стран вдруг встречаются на 12 дней Задать здесь очень такой серьезный уровень стартапов бывает сложно Поэтому мы выбрали вот такую более, если угодно, интеллектуальную линию Вот, и чего мы ждем всегда от этих решений Это связки очень конкретных действий, которые они планируют с очень высоким уровнем, там, такого ценностного самоопределения, да, и картин будущего Нам кажется это чрезвычайно важным Независимо от того, насколько глубоко они это успевают простроить Вот, и вот сам опыт такой связки нам кажется чрезвычайно важным Потому что в университетской практике обычно ребята учат или думать о довольно общих там вещах без конкретного планирования и соответственно ответственности, который за планированием стоит Или на соответствующих направлениях, да, учат там бизнес-планирование, составление бизнес-планов, в общем, вне некоторого контекста Нам кажется очень важным преодолеть этот разрыв Вот, это получается, ребята выходят на соответствующий уровень рефлексии, да Вот, и были интересные в том числе конкретные решения в этом году Такие, ну, скажем, немножко футуристические, скажем так, да По простройке там цифровых дорог, скажем, и так далее То есть ребятам нравятся вот такие технические необычные решения Вообще особенностью этого года была такая фокусировка на необычных технических решениях Вот, ну, я бы сказал вот так, наверное, вот такая успешность, да Но сам ход на размышления о будущем, на простройку связки, долгосрочного видения с актуальными планами, он удается На этом вторая часть нашей программы подходит к концу Мы узнали очень много о предпринимательстве, от идей до успеха Я надеюсь, что у всех, кто здесь был, будет много хороших идей, много успеха Это была программа, рожденной после СССР Посмотреть программу можно на сайте Радио Свобода и на телеканале Настоящее время Вели программу Тамара Леленкова и Святослав Элис Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова